Начинаем традиционный после матча пресс-конференса, посвященного встрече 14-го утра, чемпионата Республики Русского футбола. Славян Мозович, футбольный клуб выборник. Главное для наших гостей Андрей Валерьевич Городцов. Андрей Валерьевич, будьте так любезны, по комитетам всех городов. Хорошая игра. Наверное, немного было моментов, но я считаю, что мы были ближе к победе. Второй тайм, значит, мы провели лучшие сильные числа и, опять же, реализация. Наверное, если сходить из логики, команда выше нас таблицы, ничья. Можно считать ничью положительным результатом, но мы так не считаем. Спасибо. Переходим к вопросу. Евгений, пожалуйста. В Боличке ждали этот матч, который устроен, она получилась такой не совсем, но все же это дерби. Но так считать, болельщики, вот как у вас? Есть ли особое принципиальное соперничество? Для меня 100% это дерби. Я вырос на этом дерби. И ребятам пытались донести это, они услышали. Спасибо. Сегодня по самоотдаче, по желанию, вообще никаких вопросов. Играла ли сегодня высокая температура воздуха в сегодняшнем футбольном матче, сказывалось лет на 10 игроков? Ну, конечно, очень сложно здесь играть. Расположение в стадионе, сами понимаете, первый тайм очень душно. Поэтому он, наверное, получился не таким интенсивным, как это так. Сейчас за чемпионат Европы, ну, не зомневаемся, что вы, как футбольные люди, за ним пристально следите. Появились ли какие-то, по-вашему, новые тенденции в развитии вашей любимой игры? И за кого вы, может, болеете? Прямо так, что болеть нет. Тенденции все-таки более, наверное, к чему. Ну, не то, что они новые. Все-таки выигрывают команды, которые играют с мячом, которые играют в футбол. К сожалению, нам пока до этого далеко. Спасибо. Илья Неприсово, Андрей Олегович, вопрос по поводу схемы. Вы сегодня играем с тремя центральной защитой. Почему он такой выбор не был сделан? Почему? Потому что у нас получил травму Фуркан. У нас огромная потеря в опорной зоне. И нам пришлось компенсировать это трое-то защитное. Это ни в коем случае не по славе. Только с этим связано. Для нас потеря одного игрока – это ощутимо. Хотя некоторые считают, что у нас это огромный финансовый кадровый ресурс. Не знаю, что-то сидит в Мозыре виднее. По акту, понятно. Расстравно, в принципе, по сравнению со стартовым составом Майшахтером, опять замен было произведено вам. Как можете это прокомментировать? Ну, как? Значит, во-первых, тренировочный процесс в недельном центре. Во-вторых, выводы сделали после бывших церковных. Вы, в частности, не были довольны ни Акэном, да? Конечно, травму получил. И довыски вы, как сегодня, обстояли дела, на ваш взгляд, в центре поля. Вас угодили? Сегодня мы, если вы заметили, мы упростили игру свою. Мы играли больше, старались играть в длинную передачу, за спину. Это у нас было два нападающих, которые должны были заполнять стезон. Ребята, которые играли в упорной зоне, они должны были больше забирать подбор. И уже с подбора разгонять стрики. Спасибо. Еще вопрос. Цель и задачи Губеля на этот чемпионат, или, может, идете от матча к матчу? Мой любимый вопрос. Цель и задачи. Говорится, что мы идем от матча к матчу, конечно, это... По сути, так и есть. Но, конечно, мы хотим быть как можно выше в таблице. И вы поймите, что, по сути, чемпионат начнется во втором круге. Сейчас начнется дозаявочная кампания. Начнутся у команд Европойки. Кто лучше ее провезет, будет иметь преимущество во втором круге. Сейчас пока такое, знаете, падание. Видится таблица. Одна победа, и ты легко. Один раз проиграл, ты уже не можешь. Спасибо большое. Благодарю. Последний вопрос. Сразу МЛТ. Ну, в последнее время, в последние матчи, да, все были привлечь, что не хватает качества последнего паса, да, последнего удара. Получается, ситуация не меняется, да, если хотя и сегодняшняя. Сегодня игра была чуть-чуть другая, сегодня не было настолько моментов. То есть, словно, там, на игре с шахтером, у нас их было 8 голливудных, которые набили один. Сегодня их было немного, но не смогли выжить. Как это у нас, как можно поменять за счет чего-то? Спасибо.